Здравствуйте, друзья! Интересная такая ситуация сложилась с иммиграционным этим запретом со стороны администрации Трампа. То, что судья, федеральный судья отменил этот бан, запрет. Потом администрация пошла в апелляционный суд, апелляционный суд оставил в силе этот запрет. И там много эмоций, там вовлечено. Но в основном спекулятивные, типа вот там Трамп говорит, если что-то случится, вот судья виноват будет. Он этого судья назвал так называемый судья, so-called judge. Он говорит, этот so-called judge, ну вот кто с ним не согласен, тот как бы не настоящий, а чисто фейк. Ну, в общем, так называемый президент, значит, столкнулся с тем, что есть так называемые судьи, так называемый конгресс, так называемые сенаторы, так называемые, там, члены палаты представителей, так называемый people. Вот, значит, но это как бы такой реалити чек. Но многие люди, когда все это происходило, в ответ на слова о том, что вот мужик совершенно неадекватный и как бы, как же мы с этим всем будем, они говорили, ну, что вы волнуетесь? Ну, система стабильная, тут есть, это же три власти, да, есть исполнительная, но есть еще судебная, есть еще законодательная, поэтому есть баланс властей, вот это существенно баланс. Этот баланс был заложен, так сказать, отцами-основателями. И вот то, что произошло с этим федеральным судьей, очень хорошо показывает, как работает, как в жизни работает этот самый баланс. Запрет, который, ну, отмену, то есть вот этого запрета, который наложил судья, вот эта отмена, это далеко не первый случай, когда это происходит. Обаму все время там на него накладывали. И был очень показательный случай, очень похожий на то, что сейчас произошло с Обамой, который, я уж там не помню деталей, но связано это было с иммиграционными делами, и там кого-то не депортировать, кому-то там разрешить, там я уже не помню. Но прокурор штата Техас опротестовал это, значит, и, то есть он наложил запрет. Нет, это не был прокурор, по-моему, тоже был федеральный судья. Он, да, 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 федеральный судья был. Он наложил запрет на это дело, и оно пошло по инстанции, пока не дошло до Верховного суда. А в Верховном суде как раз в это время, значит, уже не хватало девятого члена, и было только восемь, и они пополам проголосовали, там, четыре за, четыре против. И поскольку не было большинства, то решение федерального суди осталось в силе. И вот и Обама, можно сказать, поцеловал дверь со своим этим решением, вместо того, чтобы поцеловать, значит, тех, кого он хотел, там, значит, избавить от депортации, там, или что-то. То есть это абсолютно как бы обычный такой рутинный процесс. Это процесс, значит, проверки и балансирования, это то, что заложено в Конституцию, это то, что, так сказать, должно быть, и так далее. Поэтому, я думаю, это интересно вот с точки зрения того, что, вот как пример, как практический пример того, как работает система балансирования исполнительной, законодательной и судебной власти. Каждая из которых независима, и каждая из которых имеет какую-то возможность вот в отношении другой. Например, Конгресс имеет возможность, там, импичмента исполнительной власти, такое есть. А, да, скажем, федеральный судья, да, может отменить решение президента. В общем, интересно, интересная система, интересный баланс. Главное, чтобы все это функционировало, потому что, если в какой-то момент, да, вот некоторые возмущаются решением судей, и они, они возмущены, говорит, судья, там, вот, Трамп особенно возмущен, что, вот, мол, мы, я, мол, за безопасность радею, да, то есть, а вот этот вот, значит, он там, вот эта спекуляция, что вот, кроме него, оказывается, в стране никто за безопасность-то не переживает. И, кстати, тут опрос был недавно, 40, именно по поводу этого бана, иммиграционного, 47%, по-моему, я боюсь соврать, 47% поддерживают, 53% против. То есть, даже если бы было 50 на 50, нельзя было бы назвать эту меру популярной. Это очень, как бы, спорная была, но она еще и достаточно непопулярная, то есть, 53% людей опрошенных против. Вот, но дело не в этом. Бывают меры нужные, но не популярные, так тоже бывает. Че ж там говорить-то. Во всяком случае, вот некий пример, как работает система балансирования властей. Вот, посмотрим, что дальше будет. Счастливо!